МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа Актуальное интервью. В студии Ольга Руслова. Здравствуйте. Виртуальное преступление. Новая реальность диктует новые правила. К сожалению, появляются новые преступления. Это дела, касающиеся хищения средств с банковских карт или виртуальных счетов, которые совершаются при помощи фишинга. Способ получения доступа к личным данным пользователей при помощи обманных схем. Как не попасться на удочку, расскажет начальник управления внутренних дел по Ненецкому округу Максим Кузнецов. Здравствуйте, Максим Борисович. Здравствуйте. Максим Борисович, расскажите, пожалуйста, какие рычаги есть воздействия на преступников таких? Да, Ольга, я хотел бы сначала остановиться, что это за преступления. Буквально еще лет пять назад об этих преступлениях знали только специалисты узкого профиля, компьютерочки. И в последнее время эти преступления получили очень массовое распространение, буквально взрывное распространение по всей территории нашего государства. и актуальны эти преступления сейчас для всех субъектов Российской Федерации, без исключения. Плюсом, наверное, еще подстегнуло увеличение количества таких преступлений ситуация с ковидом. Пандемия, переход большого количества услуг в сферу электронного их оказания, привело к росту этих преступлений. По нашему округу в этом году мы констатируем увеличение мошенничеств, совершенных с помощью IT-технологий, более чем в два раза. А как вот можно на них повлиять, на этих преступников? Можно как-то на законодательном уровне что-то сделать, чтобы меньше стало этих преступлений, совсем не стало? Ну, на сегодняшний момент актуальность этой преступности и актуальность борьбы с этой преступностью выведена уже на государственный уровень. В своем послании президент Российской Федерации основился на этой преступности. На прошедшей в МВД коллегии министр внутренних дел также определил приоритетные направления. Одним из них является борьба именно с IT-преступлением, совершаемых в сфере IT-технологий. А удается найти этих преступников? Бывают случаи, что раскрываются действительно эти преступления, и удается кого-то наказать? Ну, действительно, конечно же, удается. Конечно же, есть на сегодняшний момент тактики, технологии выявления, раскрытия этих преступлений. Но они чрезвычайно сложны. Основная сложность заключается в том, что преступления эти, как правило, носят межтерриториальный характер и совершаются на территории нескольких субъектов. В этой связи, для того, чтобы нашим сотрудникам выявить этого преступника, выявить всю цепочку прохождения платежей в электронном виде, приходится выезжать в длительной командировке по разным субъектам Российской Федерации для того, чтобы документировать это преступление. И также очень сложно сам процесс расследования и доказывания привязывания сотрудников, совершающих это преступление, к этому непосредственным преступлениям. В связи с тем, что, конечно, большие объемы информации находятся на серверах, в том числе за пределами Российской Федерации. Тем не менее, в этом году нам удалось расследовать и направить в суд уже более 20 таких преступлений. И в ближайшее время мы еще готовы закончить расследование еще 10 уголовных дел. То есть преступники, они даже не на территории России находятся? Правильно я понимаю? Преступники, как правило, находятся на территории России, однако сами технологии, использование электронных кошельков и сам процесс прохода денежных средств, движения денежных средств по счетам, он очень сложен и, как правило, в том числе затрагивает и другие государства. А откуда чаще деньги воруют? С банковских карт, с кошельков вообще? Каким образом это происходит? Ну, на сегодняшний момент я бы определил основными видами таких преступлений. Самое основное – это общение по сотовому телефону, поступающий звонок абоненту на сотовый телефон. Далее разыгрывается какая-то одна из типовых схем, либо звонок от службы безопасности, якобы от службы безопасности банка, либо, значит, схема то, что родственник попал в дорожное транспортное происшествие или случились какие-то неприятности. И еще там ряд схем существует. И человека вынуждают перевести деньги. Значит, опять же, несколько вариантов. Есть вариант перевода денег на телефонные номера, есть варианты перевода денег на карты, номера которых сообщают преступники. Есть варианты, когда человек убеждают пойти получить кредит на свое имя и перевести полученные деньги, соответственно, тоже либо на номер телефона, либо на кредитную карту, номер которой предоставляют преступники. Столько всего предупреждают, столько информации, чтобы не велись. Как, почему, что за люди, кто ведется на такие уловки мошенников? Ольга, вопрос очень актуальный. Наверное, на сегодняшний момент самая эффективная мера противодействия этим преступлениям – это профилактика. Извещен, значит вооружен. Вместе с тем, при совершении этих преступлений мы всегда проводим анкетирование граждан, в отношении которых совершено это преступление. И, к большому сожалению, практически все граждане указывают, что они знали и из средств массовой информации, и от друзей, и от родственников, и от сотрудников полиции получали эту информацию о совершении таких действий, но тем не менее становятся жертвами. Единственное, пожалуй, что здесь можно пожелать нашим гражданам, что в случае поступления таких звонков на мобильный телефон, на мобильное устройство, безусловно, необходимо проявлять бдительность, желательно посоветоваться своими родственниками, рассказать родственникам о близким людям, о поступившем звонке и о тех разговорах, которые ведутся по телефону. Потому что иногда человек вводит в заблуждение, и человек не способен контролировать свои действия, и начинает реализовывать преступный замысел, замысел преступников, идет снимать деньги, переводит деньги, то есть делает то, что нужно преступникам. А общение с близкими родственниками иногда дает объективный взгляд на эту ситуацию и позволяет человеку вовремя остановиться. Также можно в случае, если вдруг представляют сотрудниками правоохранительных органов, всегда можно связаться с дежурной частью управления Министерства внутренних дел по Нинскому автономному округу, где, безусловно, скажут, действующие ли сотрудники полиции звонили, действительно ли, либо же это, опять же, мошенники, уловка мошенников. Телефоны правоохранительных структур, фамилии правоохранительных правоохранителей, мошенники, как правило, берут из интернета, с официальных сайтов ОМВД, либо других силовых структур. Максим Борисович, а кто становятся жертвы, психологический портрет жертвы, кто чаще всего переводит эти деньги, кто ведется на уловки, какой возраст, какой социальный статус людей? Ну, вместе с увеличением количества мошенничеств меняется и криминологический портрет потерпевшего. Если изначально мы констатировали, что чаще всего жертвы становились люди старшего возрастной группы, опять же, связано в основном это было с низким уровнем знания современных технологий, то в последнее время мошенничества совершаются в большей степени уже в отношении молодых людей, людей среднего возраста. И, к сожалению, основной причиной совершения таких преступлений в отношении этих людей становится низкая культура, наша культура пользования IT-технологиями, не понимая непонимания и несоблюдения элементарных мер безопасности при пользовании современными технологиями. Сейчас я рассказал только исключительно про мобильную связь, но также есть схемы более сложные, более изощренные. Это, например, поставка через магазины, различные магазины, интернет-магазины продукции, несоответствующие заказанной продукции. То есть, грубо говоря, если человек заказывает какой-то дорогой предмет, например, одежды или для занятия спорта какой-то инструмент, а фактически потом в посылке ему приходит либо вообще что-то другое, какой-то другой предмет, практически ничего не стоящее, дешевое, либо же несоответствующий тому качеству, которое человек заказывает. И здесь опять работает наш извечный принцип, что в погоне за дешевизной и постоянными переходами с сайта на сайт, который в конце концов приводит именно действующий сайт мошенников, приводит к совершению таких преступлений. А чем опасны эти преступления? Ну, кроме того, что потерпевшие теряют деньги, теряют какие-то средства, что еще, какой опасности они несут? Ну, действительно правильно вы отметили, что основная, конечно, опасность она в том, что люди лишают своих средств, зачастую очень больших средств у нас в последнее время увеличивают суммы, в том числе до нескольких миллионов, а в случае, когда люди оформляют на себя, еще успевают оформить кредиты, так там суммы очень-очень серьезные. И помимо вот этой неприятности для человека, серьезной неприятности для человека, к сожалению, мы, опять же говорю, идет постоянно увеличение этих преступлений, мошенники постоянно ищут новые способы, новые формы. Они не останавливаются уже на достигнутом, постоянно ведут. И увеличение количества вот этих вот преступлений, я честно говорю, мне кажется, что так и будет этот процесс увеличиваться, пока мы не отработаем все технологические, очень сложные способы предотвратить такое преступление. Но пока что, к сожалению, такой практики нет нигде, ни в мире, ни у нас, к сожалению. А вы вначале сказали, как часто случаются в Ненецком округе. Если вот взять с начала этого года и по сравнению с прошлым годом, как часто киберпреступления на территории Ненецкого округа случаются? С начала года у нас зарегистрировано практически 160 преступлений, совершенных в IT-сфере. В основном это мошенничество. Если в прошлом году с помощью применения IT-технологий в округе было совершено всего 30 преступлений, то в этом году это уже 90. То есть рост 36 преступлений был, 90 сейчас. То есть рост более чем в два раза. Кражи с счетов граждан с использованием IT-технологий немного сократились, но, тем не менее, они также очень существенно и очень серьезно бьют по кошелекам наших жителей. А кто страдает чаще, жители города или жители села? Ну, обращаются к вам? В равной мере, потому что для IT-технологий единственное, что необходимо, это доступ в интернет. Поэтому все, кто так или иначе осуществляет закупки через интернет, все те, кто пользуется сотовым телефоном, мобильным телефоном, они попадают в группу риска. Поэтому здесь, с учетом того, что у нас округ один из лидеров по цифровизации, в том числе в небольших населенных пунктах, к сожалению, есть и обратная сторона, что наши люди, опять же, по-северному очень доверчивые, попадают в такие трагичные ситуации. А есть какие-то примеры раскрытия этих преступлений? Кому-то удалось раскрыть, помочь? Да, конечно, конечно. Примеры раскрытия таких преступлений есть. Все преступники, которые нам в настоящий момент предъявлено обвинение, они все проживают за территорией округа, и все преступления изначально исходили из территории других субъектов Российской Федерации. Два факта, которые у нас есть. Вообще совершены лицами, отбывающими наказание за совершение преступлений в местах лишения свободы. Как вы их вычислили? Как вы так? Это все вычисляется очень сложным путем отслеживания, передвижения средств денежных, которые переводят граждане по счетам. Очень сложные технологические, очень большое количество юридических лиц, банков, электронных кошельков здесь задействуются, потому что деньги преступник никогда не снимает напрямую. Есть посредники, есть те, кто, осуществляет, находится на свободе и снимает для них денег, и вот в том случае, когда лицо находит, отбывает наказание в местах лишения свободы. Там очень сложные схемы, очень многоэтажные схемы, поэтому нам не хватит передач, чтобы рассказать даже одну такую схему. А как долго раскрывается это преступление? Сколько? Год нужен? Полгода? В зависимости от сложности использованной схемы и скорости ответов нам компаниями сотовой связи, банками, там громадное количество запросов, и понимаете, то происходит как? После того, как к нам обратился гражданин и сказал, что я перевел деньги, да, наши сотрудники отслеживают первый вот этот перевод, то есть запрашиваются сотовые компании, запрашиваются банки. После того, как отсредили первый перевод, мы включаем, это первый этап, потом, соответственно, мы запрашиваем уже второй банк, куда он перевел эти деньги, получаем ответы, мы понимаем следующую цепочку, и пошло все заново. И так цепочка, 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 пока все это не приходит к конечному результату, что деньги обналичили в каком-то банкомате. Вот когда вот это произошло, что деньги обналичили в каком-то банкомате, начинаются уже запросы на истребование камеры видеонаблюдения в банкомате, кто в это время снимал денежки. И только потом у нас появляется живой человек, который уже может выступать как бы фигурантом в деле, и начинают уже, как бы подключаются наши сотрудники уже, которые физически выезжают в другие регионы, начинают уже работать с этим человеком, как он деньги снял, кому их передал, и дальше вот уже появляется в этой истории только человек, и, соответственно, мы уже можем работать тем методами, которые мы знаем, мы умеем работать, и доказывать уже, привязывать этот человек к совершению этого преступления. Ну вот, коль скоро мы говорим о таких технологиях, вот такой вопрос, он очень часто возникает, когда потерялся человек, например, да, и его ищут, и найти долгое время не могут, и вопрос такой возникает, почему нельзя его отследить по телефону, по сим-карте телефона, она же, есть же сигнал определенный, то есть, почему нельзя это сделать? Да, Ольга, но здесь, наверное, вопрос, я так понимаю, что, наверное, он и вам тоже интересен, да, скорее всего, он исходит из, к сожалению, опять же, из тех фильмов, которых, художественных фильмов, которые мы видим по телевизору, да, где все это, где не надо искать преступника, достаточно щелкнуть кнопку Enter, и появляется фотография преступника, и все доказательства уже перечислены. Также, собственно говоря, и вот этот биллинг, так называемый, установление местонахождения номера телефона. Но я вам хочу сказать, что это очень сложное техническое мероприятие, очень сложное, и проведение на территории, такое мероприятие на территории нашего округа, из-за специфики, из-за размера нашего округа, оно, собственно говоря, очень затруднено, если не сказать, что оно невозможно. Поэтому все те технические мероприятия, когда вообще, то есть сотрудники полиции, специализирующиеся на розыске, в том числе потерявшихся лиц, да, у нас есть большой комплекс мероприятий, которые мы проводим, которые проводятся незамедлительно после того, как нам поступило сообщение о пропаже человека. Они включают в себя не только технические мероприятия, в том числе и сложные технические мероприятия, они включают в себя и поисковые мероприятия, и опрос свидетелей, куча-куча-куча всякой методологии, которая нам позволяет установить местонахождение человека. И так называемый позиционирование телефона всего лишь одно из наших средств, которое позволяет найти человека. Но, к сожалению, не панацея, и зачастую люди, особенно люди, которые уходят специально, которые теряют специально, они без сотовых средств связи уходят. Хотя у нас есть технические возможности, не безграничные, но есть. Но, еще раз говорю, то, что показывают в художественных фильмах, к ним надо относиться как к художественным фильмам, как к вымыслу, абсолютно не имеющемуся отношения к, на сегодняшний момент, имеющимся реалям. И тоже вопрос еще один, который, ну, тоже касается как раз технического оснащения. В городе действует система «Безопасный город». Насколько она позволяет отследить, допустим, вандалов, которые вот очень сейчас актуальная тема, потому что городские власти жалуются, елки поставили, елки ломают, фигурки ломают светящиеся. Насколько эффективно это все? Да. Спасибо за вопрос. Вопрос очень для нас актуальный. В марте, когда я был назначен на должность, у нас был первый такой вот скользящее мое интервью. И я останавливался на том, что очень хотелось бы развить у нас в регионе, прежде всего в окружном центре, в Нарьянмаре, развить систему видеонаблюдения. Потому что, к сожалению, те камеры, которые на сегодняшний момент есть, да, они не позволяют нам мониторить большой объем информации, которого нам хотелось бы видеть. То есть на сегодняшний момент камеры установлены в местах массового скопления людей. Это очень нам помогает в случаях проведения массовых мероприятий, в случае обеспечения безопасности с точки зрения антитеррористической, снижения террористической угрозы. Нам это очень помогает. Но для раскрытия преступлений нам, конечно, нужно большее количество камер и более, так сказать, совершенные камеры, уже соответствующие требованиям сегодняшнего дня. Лидером, безусловно, в построении системы безопасный город, а потом вытекающий из безопасного города, безопасные улицы, безопасный двор, безопасный подъезд, является для нас Москва. Там громадное количество камер и позволяет преступника отследить буквально от места совершения преступления и до того момента, когда он заходит в подъезд своего дома, где он живет. Безусловно, это очень сильно позволяет раскрывать преступления и очень здорово профилактирует. Юрий Васильевич поддержал наши инициативы. Мы пригласили в ОМВД наших депутатов, Совет депутатов, ознакомили со спецификой деятельности безопасного города. Депутаты тоже нас услышали, поддержали. И я думаю, что в следующем году, впервые с 2017 года, мы впервые начнем, мы начнем развивать, в первые с 2017 года, начнем развивать систему безопасный город. И прежде всего сориентируемся уже на те преступления, которые актуальны сейчас, в настоящее время. Это, прежде всего, конечно, это вандализм. Это правонарушение несовершеннолетних и преступления, совершаемые в отношении несовершеннолетних. То есть нам, на мой взгляд, крайне необходимо взять под наблюдение детские площадки, большие детские площадки. Нам крайне необходимо взять, действительно правильно вы отметили, под видеонаблюдение, круглосуточное видеонаблюдение, наши объекты, где у нас находится большое количество вот этих вот хрупких елочных украшений, в летний сезон, где большое количество у нас стоит красивых конструкций. Ну и параллельно уже мы будем, естественно, выполнять функцию раскрытия преступлений, потому что это тоже самое касаемо содействия. Ну и профилактика. Когда злоумышленник идет на совершение преступления, тем более, когда он идет, когда он делает это умышленно, естественно, он боится огласки, естественно, он боится, что это заметит, что это увидит. И чем больше камер, тем больше останавливающих для этого злоумышленника факторов для того, чтобы не совершать это преступление, правонарушение. Ну и, возможно, будем надеяться, что он остановится где-то на полпути, а мы сохраним чье-то имущество и будем развивать наш город. Ну вот я знаю, что вандалов, у которых елку вот недавно было, елку поломали и задержали. Мы находим, мы задерживаем. Это было и по остановкам, по разбитым, это было и по елкам. Ну, понимаете, вот лично мне, как жителю, мне обидно, потому что вот те же самые остановки, они сделаны для людей. То есть вот сейчас наступили холода, ветер, люди на остановке, они прячутся в этой остановке от ветра, да, чтобы не замерзнуть. Те же, кто бьют эти остановки, ну, я не знаю, там, конечно, насколько тут можно мотивировать. Ну, опять же, когда мы общаемся, мне говорят, что дети, они есть дети, им тоже надо хулиганить. Хулиганить можно по-разному. Можно играть с снежками, да, можно кидать снежками в остановку, а можно кидать камнями. То есть, ну, здесь тоже должна быть определенная разумность, в том числе и в поведении детей. И во многом здесь это зависит уже, как бы, в том числе от воспитания родителей своих детей, да, то есть, к чему, какие культурные ценности они им привечают. Ну, а елка то же самое. То есть, зачем, скажем так, все делается для нас, это же все стоит денег. И деньги, которые сейчас тратятся на реконструкцию, на восстановление этой елки, могли бы быть потрачены на еще какую-нибудь одну световую красивую конструкцию, которую у нас сейчас красиво очень заняли свое место перед администрацией города. Максим Борисович, давайте перейдем к вопросам о свободном времени полицейских. Я знаю, что полицейские, многие полицейские состоят в обществе «Динамо», да, это отделение Всероссийского общества «Динамо». Какие еще организации, помимо полиции, туда входят, и она охватывает прям всех полицейских, или это определенный, ну, кто-то по желанию ходит? Да, Ольга, ну, я хотел бы сказать, что действительно график работы сотрудников полиции, он очень напряженный, и для того, чтобы остановить вот это внутреннее выгорание, ведь сотруднику полиции в ежедневной деятельности приходится сталкиваться не с самыми яркими, не совсем с самыми положительными сферами нашей жизни человеческой, и во многом черпать негатив, и негатив это надо как-то снимать и вымещать, чтобы сотрудник не приносил все это домой. И, ну, безусловно, наверное, самым лучшим решением в данной ситуации является спортивное занятие, увлечение спортом. Для этого и была создана, собственно говоря, общественная организация «Динамо», которая позволяет, содействует занятие спортом сотрудниками полиции. Но в связи с тем, что в нашем округе представительства других спортивных объединений нет, мы предложили и нас поддержали наши коллеги из других правоохранительных структур и также вступили в наше общество. Это и прокуратура, это и наш Ниньский суд, это и сотрудники Росгвардии, это и военнослужащие наших войсковых частей. Благодаря тому, что они вступили, мы проводим большое количество мероприятий, прежде всего, безусловно, игровых, между сотрудниками, между командами этих структур. Проводим большое количество профессиональных мероприятий, связанных там, это и по борьбе, и по другим единоборствам. Проводим большое количество мероприятий, связанных с вовлечениями совершеннолетних занятий спортом. Причем здесь тоже можно разделить и на мероприятия для детей сотрудников полиции и сотрудников других силовых структур, и в целом для детей, для которых мы проводим эти соревнования, которые всегда получают сладкие подарки, и всегда очень много позитива, и на очень хорошем, высоком уровне все это проходит. Какие традиционные мероприятия «Динамо» проводит ежегодно? Что проходит ежегодно? Какие мероприятия? Бывают там стихийные или таких не бывает только по календарю? Нет, ну, большое количество мероприятий у нас уже сейчас традиционно «Динамо» входит в ежегодный спортивный календарь нашего округа. А помимо этих соревнований мы обязательно проводим «Мама, папа, я – спортивная семья», мы обязательно проводим, обязательно участвуем в «Дорогами отцов-героев», обязательно наша команда принимает участие. Ну, здесь, собственно говоря, можно сказать, что и все команды, всех правоохранителей принимают там участие, то есть здесь не только как «Динамо», а как структура. Мы проводим по игровым видам спорта, всегда проводим волейбол, футбол, проводим профессиональные соревнования, еще раз говорю, в этом году проводили и по борьбе, по вольной, по гиревому спорту проводили в этом году. Практически вот все, что можно, какие можно соревнования проводить, где мы можем договориться с спортивными залами, арендовать спортивный зал для проведения, то проводим. Как вы считаете, насколько это важно, нужно и насколько осознают сотрудники полиции важность и нужность участия в этом обществе «Динамо»? Ну, в связи с тем, что, да тут даже не столько важен вопрос участия в обществе «Динамо», как вопрос участия в спортивной жизни, но, опять же, учитывая специфику нашего округа, то есть достаточно небольшое количество людей, у нас спортивная жизнь, она очень плавно перетекает и в общественную жизнь, то есть все, любое мероприятие, которое спортивное, которое проводится, это всегда встреча друзей, встреча коллег, встреча правоохранителей, поэтому я очень высоко оцениваю деятельности самого «Динамо» и очень высоко оцениваю желание сотрудников участвовать в спортивной жизни «Динамо», ну и, соответственно, округа. И более того, хочу сказать, абсолютно недавно мы вручали нашим сотрудникам золотые значки ГТО, вот, и вручили мы сразу 22 золотых значка, если мне память не изменяет, мне кажется, 22 золотых значка, что, безусловно, является очень высоким показателем спортивной физической подготовки сотрудников полиции, что крайне необходимо им для выполнения тех сложных задач, которые перед ним стоят. Какие ближайшие мероприятия общество планируется провести? Мы с огромным удовольствием бы провели большое количество мероприятий, но, к сожалению, та обстановка, которая складывается в части борьбы с распространением ковида, вносит очень свои серьезные коррективы, и очень многие мероприятия, в том числе по спортивному плану, мы были вынуждены отменить, либо перенести на более поздний срок. То есть пока что ждем, все будет зависеть, безусловно, от той обстановки, которая складывается у нас в округе, но будем надеяться, что эта обстановка стабилизируется, и мы вернемся к постоянному занятию спортом, да, и вовлечению в эту деятельность и молодежи, и наших старших поколений. Максим Борисович, спасибо большое, что вы нашли время, пришли к нам на программу. Я напоминаю, что речь шла о профилактике правонарушений, и гостем нашей программы стал Максим Кузнецов, начальник ОМВД по Ненецкому округу, полковник полиции. До свидания, до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»